Всем известно, что для того, чтобы росла мышечная масса, необходимо создать для этого все условия. К одним из важных условий относится интенсивность тренинга. В данном случае интенсивность определяется как количество поднятого веса в единицу времени, следовательно. Для массонаборного периода необходимо использовать в рабочем подходе как можно больше вес, в определенном количестве повторений. Однако, для массонаборного режима работы не характерен ярко выраженный рост силы, так как в процессе тренинга задействованы структуры, не отвечающие за рост силы, а отвечающие за рост массы. Другими словами, силовой тренинг в режиме гипертрофии мышечных волокон не обеспечит нужного роста уровня силы, который бы позволил тренироваться в заданном режиме, более интенсивно. Таким образом, для роста силы нужно использовать только силовой цикл, задачей которого является только рост силы и ничего более. Кстати, рост массы также возможен в данный период, но он не будет именно ярко выраженного характера. Следовательно, рост силы и рост массы – совершенно разные процессы в организме. Несмотря на то, что используются практически сходные механизмы мышечной работы. Итак, силовой цикл нужен для того, чтобы по завершении его можно было начать работать в режиме гипертрофии мышц с большей интенсивностью. Другими словами, чтобы работать эффективнее, нужно просто стать сильнее, что и является целью силового цикла. Силовой цикл должен включать в свои тренировки только лишь базовые упражнения. К базовым упражнениям относятся жим штанги лежа на горизонтальной скамье, приседания со штангой на плечах и становая тяга. Выполнять данное упражнение нужно только в силовом режиме. Такой режим позволит максимально увеличить силу мышц за кратчайшее время. Следует отметить, что силовой цикл будет иметь продолжительность от 6 до 8 недель. В недельном графике все базовые упражнения должны выполняться 2 раза. Одна тренировка тяжелая, другая средней тяжести. Во время тяжелой тренировки вес штанги составляет от 80 до 95% от максимального веса, который определяется как максимальный одноповторный подход. Количество повторений здесь должно быть в рамках от 1 до 5 раз. Время под нагрузкой не должно превышать 25 секунд. Это время характерно для работы как раз тех мышечных структур, которые отвечают за рост силовой выносливости. Время отдыха между подходами должно соответствовать времени восстановления этих структур. Как правило, это время лежит в интервале значения от 4 до 5 минут. Рабочих подходов должно быть не менее 5 и не более 10. Во время легкой тренировки вес штанги должен быть равен 75% от веса штанги, используемого в тяжелой тренировке. Количество повторений от 6 до 8 – 5 подходов. Время, пауз, отдыха между подходами остается точно таким же, как и в тяжелых тренировках. Необходимо отметить, что нагрузка в течение всех 6-8 недель цикла должна иметь характер цикличности. Другими словами, в начале цикла используются более легкие веса и большее количество повторений в подходе, чем в конце. Интенсивность таким образом плавно возрастает по мере продвижения цикла. К завершению. Распределение упражнений в недельном графике может быть любым. От 3 раз в неделю, используя по 2 упражнения – тяжелое и легкое. До 6 раз в неделю используя только одно упражнение, но обязательно чередуя дни тяжелой и легкой нагрузки. Во время тренировок в силовом режиме прорабатываются те же самые мышечные волокна, что и во время массонаборного режима. Следовательно, по завершении силового цикла и переходе к массонаборному, вес штанги, используемый в упражнениях, возрастет по сравнению с тем, каким он был до силового цикла. Таким образом, силовой цикл, предварительно проведенный перед массонаборным, способствует набору мышечной массы. Во время выполнения тяжелых базовых упражнений следует соблюдать правила техники безопасности. Правильно выполнять технику движения в упражнениях, использовать помощь и страховку в опасных моментах тренинга и надевать тяжелоатлетический пояс при максимальной нагрузке. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok